Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Девушка спасла брошенного ребенка. Через 20 лет она решила узнать, что с ним. Удивительная история, которая произошла 20 лет назад, получила свое продолжение лишь благодаря работе журналистов. Трогательное воссоединение женщины и спасенного ею ребенка не смогло оставить равнодушными не слушателя американской радиостанции KIS-FM Немногочисленных пользователей соцсетей. Впрочем, обо всем по порядку. Азита Меланян жила в Альтадене, одном из округов Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Однажды вечером девушку пригласили на танцы друзья, однако у нее не было настроения посещать подобное мероприятие. Вместо развлечения она отправилась на прогулку со своими питомцами-тремя лабораторами. Азита наслаждалась свежим воздухом, живописной природой и по привычке углубилась в лес. Внезапно одна из собак забеспокоилась и стала рыть землю. Девушка подумала, что питомец нашел мертвое животное, однако подойдя поближе, она увидела торчащие из земли маленькие детские ножки. Азита была в шоке. Руками она стала рыть землю, пока не достала новорожденного полуживого младенца, завернутого в синее полотенце. Малышу было несколько часов от роду. Девушка сразу стала набирать телефон экстренной службы 911, но связь в горах была плохая, поэтому дозвониться ей так и не удалось. Однако Азита не запаниковала. Она выбежала на трассу и остановила первую попавшуюся машину. Неравнодушный водитель, услышав невероятную историю незнакомки, помчался в полицейский участок. Девушка с ребенком остались на месте происшествия. Вскоре приехали два помощника шерифа, Дарин Харрис и Джоэл Небелл. Они увидели Азиту вместе с ребенком на коленях, проверили жизненные показатели малыша и немедленно вызвали скорую. У малыша было сильное переохлаждение. В больнице медсестры назвали мальчика Кристианом. Азита часто приезжала навещать его. Поначалу девушка думала усыновить малыша, но потом подумала, что могут объявиться его биологические родители. Достоверно она не знала, что же произошло в тот день и кто именно похоронил ребенка заживо. Во время очередного визита Азите сообщили, что мальчика усыновили. Девушка была в шоке. Она пыталась самостоятельно его разыскать, но из-за тайны усыновления никто из работников не сообщил ей, по какому адресу и с кем проживает мальчик. В приемной семье ребенку дали новое имя Мэтью. Как позже признался парень, у него было счастливое детство. Папа работал в правоохранительных органах, а мама в сфере образования. После смерти отца, когда Мэтью было 17 лет, Крестная рассказала ему удивительную историю его спасения. Тогда парень решил найти женщину, которая подарила ему жизнь. Крестная, чтобы помочь юноше, написала письмо на радиостанцию КИС-ФМ. Продюсерам шоу удалось отыскать спасительницу. Долгожданное воссоединение Мэтью и Азиты произошло во время прямого эфира с Райаном Сикристом. Женщина и парень, увидев друг друга, расплакались и крепко обнялись. Вместе с ними плакали и все организаторы шоу. Пара планирует поддерживать дальнейший контакт. Азита является учредителем некоммерческого фонда по поддержке детей-сирот. Мэтью учится в колледже, планирует изучать журналистику и мечтает стать адвокатом. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Субтитры создавал DimaTorzok